Добрый день, уважаемые зрители и слушатели. Сегодня у нас юбилейная 150 по номеру лекция. И мы с вами говорим о культуре советского государства в первые послереволюционные десятилетия. То есть можно хронологические рамки определить с 1917 по 1939 год. Когда мы с вами говорим о культуре Советского Союза, нам необходимо поговорить и про систему образования, и про развитие науки. Но об этом мы с вами поговорили на предыдущих лекциях. Сегодня разговор пойдет в первую очередь об искусстве. Надо сказать, что такие мощнейшие социальные потрясения, какой была Октябрьская революция, они на искусстве не могут не отразиться. Люди искусства, люди творческие, тонко чувствующие, образно воспринимающие мир, конечно, не могли не отреагировать на вот это мощнейшее социальное потрясение. И во многих случаях мы сталкиваемся как раз с неким таким кризисом, который нужно было преодолеть. В головах деятелей искусства того времени с одной стороны рушится старый мир с привычными ему формами искусства, с другой стороны в новом мире и искусство тоже должно быть совершенно новым. Поэтому в 1920-е годы после революции главная, пожалуй, задача нашего советского искусства это поиск нового. Нового искусства, искусства революционного, которое бы соответствовало новому строящемуся миру. Но с другой стороны у нас есть широко распространенное мнение, что в поисках вот этого самого нового искусства наши революционные деятели, конечно же, под влиянием партии большевиков, жесточайшим образом уничтожали все старое, что у нас было. Однако это не совсем так. Изучение материалов того времени говорит о том, что большевики к дореволюционному искусству и вообще к культуре России дореволюционного периода относились достаточно бережно, понимая, что там созданы памятники, которые имеют общемировое культурное значение и разбрасываться этими памятниками ни в коем случае нельзя. Не случайно наше Министерство просвещения, точнее Народный комиссариат просвещения под руководством Анатолия Васильевича Умачарского выпускал специальные постановления и добивался постановлений Совета народных комиссаров советского государства о бережном отношении к культуре, о сохранении памятников прошлого. Конечно же, характерной чертой развития искусства в 20-е годы было существование советской цензуры. Это звучит достаточно жестоко, но мы с вами понимаем, что в любом случае во все времена либо государство, либо частные владельцы тех или иных культурных памятников диктуют свои правила для их создателей. В 1922 году в советском государстве создается такой орган, который получил название главлит, который должен был контролировать все печатные материалы, литературные произведения, которые выпускаются в Советском Союзе. В том же году был создан еще один комитет, главрепетком, который контролировал произведения театрального искусства и произведения в области кинематографии. Естественно, вот такой партийный контроль не мог радовать творцов, которые всегда хотят творить свободно, но с другой стороны, у государства есть свои задачи и искусство должно, по мнению государственных деятелей, работать в первую очередь на государственные интересы. Идеологическое противостояние в искусстве было в 1920-е годы весьма и весьма острым. И не случайно характерной чертой этого времени является создание большого количества всевозможных объединений, которые соединяли деятели культуры и искусства из разных областей. И создавались эти объединения, в общем-то, по идеологическому признаку, по признаку соответствия тем или иным идеологемам. Да, тут можно назвать такие организации, как РАП, Российская Ассоциация Пролетарских Писателей, или организация Левый Фронт. И это только наиболее известное. Характерной чертой этого времени было появление таких массовых организаций, которые стали называться пролеткульты. Вообще у нас обычно слово пролеткульт используется в единственном значении, но тогда его использовали и во множественном значении, говоря о существовании с 1917 года в Советской России массовых литературно-художественных и культурно-просветительских организаций, которые должны были нести массам новую культуру. Одним из главных идеологов и создателей пролеткульта был очень интересный человек Александр Александрович Богданов, старый большевик, который до революции отличался весьма своеобразными взглядами, пытающимися соединить научный марксизм и богоискательство. Целью вот этих самых пролеткультов, как это было обозначено, являлось разрушение старой дворянской культуры и создание культуры новой пролетарской. Ну поскольку у нас новое пролетарское общество, поскольку у нас с вами произошла пролетарская революция, в стране установилась диктатура пролетариата, естественно, у такого государства диктатуры пролетариата должна быть своя пролетарская новая культура, а весь мир насилия мы разрушим до основания. В общем-то, главной, пожалуй, отрицательной чертой вот этих самых пролеткультов было такое нигилистическое отношение к культурному наследию прошлого. Совершенно не случайно уже в 1922 году Владимир Ильич Ленин вот эту самую систему пролеткультов достаточно жестоко критикует, и эта критика продолжится и дальше. Нельзя сказать, что эти пролеткульты отменили или закрыли, нет, они действовали почти на протяжении всех 20-х годов, но, например, в 1925 году с высоких партийных постов раздалась критика вот этих культурных организаций за такое очень любопытное явление. Деятели пролеткульта, ну, например, таких, как поэт Демьян Бедный, обвинили в комчванстве, в коммунистическом чванстве. Дескать, эти люди узурпировали себе право понимать, что является настоящей пролетарской рабочей культурой, культурой массовой, и навязывают свои далеко не всегда идеальные представления всем остальным, при этом свысока относясь к своим товарищам по делу искусства. В общем, идея пролеткульта, идея достаточно спорная. В полной мере в Советском Союзе все-таки реализована не была. Повторюсь, большевики, и особенно это видно в 30-е годы, достаточно трепетно относились к культурному наследию прошлого. Если говорить о развитии искусства в 1930-е годы, то вот здесь, конечно, главной чертой является усиление государственного контроля. На одной из предыдущих лекций мы уже говорили о создании, начиная с 1932 года, всесоюзных творческих союзов, которые объединяли деятели искусства одного направления. У нас появляется союз архитекторов, союз художников, союз писателей. Для того, чтобы союз писателей действовал эффективно, большевики специально приглашают в Россию замечательного писателя Алексея Максимовича Горького, который к этому моменту находится в эмиграции, но всегда был сочувствующим большевикам, сочувствующим революционерам. Теперь его убеждают вернуться в Россию, и Горький возглавляет союз писателей СССР. С другой стороны, многочисленные новаторские идеи, которые были характерны в 20-е годы, вот вся вот эта идеологическая борьба всевозможных разных течений, она уходит в прошлое, потому что складывается концепция того, что в советском искусстве должно быть единое, главенствующее творческое направление. Таким творческим направлением должен являться социалистический реализм. Мы, конечно же, о социалистическом реализме, о том, что это такое, и как он был воплощен, должны будем поговорить поподробнее. Вот это вот две характерных черты искусства 30-х годов. Можно сказать, насаждение и навязывание единственно правильного творческого метода, с одной стороны, и государственный контроль за деятелями искусства. Ну а теперь давайте поговорим об отдельных жанрах, тем более, что этих жанров искусства много, к тому же 20-й век порождает новые жанры в искусстве. Начнем с архитектуры и скульптуры. Пожалуй, так будет правильно. В архитектуре в 1920-е годы идет очень серьезная такая стилистическая борьба. Борьба разных стилей, борьба разных концепций. 20-е годы в советской архитектуре это господство авангарда. Различные стили авангарда, рационализм и особенно конструктивизм характерная черта 20-х годов. А вот в 1930-е годы мы сталкиваемся с возвращением к истокам. Появляется, зарождается так называемый сталинский классицизм, неоклассицизм советского периода. Характерной чертой архитектуры 30-х годов становится сталинский план реконструкции Москвы. Надо сказать, что советскому государству достались города, которые зачастую по всей стране строились без какого-то единого важного строительного плана. Особенно это касалось городов древних. Нет, конечно, еще Петр Первый заложил традицию строить города по плану. И вот те города, которые возникают у нас в 18 веке и позже, у них там определенные градостроительные принципы просматриваются. А вот, например, Москва, новая столица. Это сборище всевозможных кривоколенных переулков. Это узенькие улочки. Это старые строения, которые далеко не всегда поддерживаются в нужном состоянии, разрушаются. Все это должно быть пересмотрено. Начали, естественно, со столицы, с Москвы. Еще в начале 30-х годов у нас ведутся разговоры, разрабатываются различные проекты реконструкции Москвы на новый социалистический лад. И с 1935 года этот сталинский план реконструкции Москвы начинает быть реализован. К нему сегодня относятся по-разному. С одной стороны, конечно, в ходе этого плана было уничтожено немало строений, которые некоторые искусствоведы считают памятниками культуры, достойными сохранения. Ну, например, Голицынский особняк в старой части Москвы или Храм Христа Спасителя. С другой стороны, когда мы с вами говорим о современной Москве, мы понимаем, что ее облик с широкими бульварами, с вот этими вот тремя, точнее тогда двумя транспортными кольцами, это все как раз результат сталинского градостроительного плана. Москва должна была превратиться в модерновый современный город, при этом и историческая часть города тоже должна быть сохранена. Характерной чертой сталинской реконструкции Москвы стало строительство первого в Советском Союзе метрополитена. В 1931 году министерство, точнее народный комиссариат путей сообщения во главе с Лазарем Моисеевичем Кагановичем разрабатывает план строительства метро. С 1935 года метро запущено. Надо сказать, что вот это вот появление метрополитена использовалось Советским Союзом не просто как решение транспортной проблемы большого крупного города. Метрополитен должен был стать настоящим произведением искусства и стал таким произведением искусства. Станции метрополитена в Москве отделываются лучшими архитекторами, на их строительство идет большое количество ценных материалов строительных. И самое главное, они должны нести идею преимущества социалистического строя над всеми остальными. И сегодня, когда в московское метро заходишь, некоторые станции выглядят как настоящие дворцы. Любопытной чертой того времени, 20-30-х годов в архитектуре, стали ленинские мавзолеи. Я не случайно говорю об этом во множественном числе, потому что их было несколько. Смерть Владимира Ильича Ленина в 1924 году стала большим ударом для советского руководства и вообще для всей советской страны. И тело Ленина было решено захоронить необычным, особым способом, создав специальный мавзолей и сохранив тело Ленина для будущих поколений. О причинах такого решения сегодня ведутся большие споры, приводятся разные аргументы. Не будем в это углубляться, нас интересует архитектурный облик этих мавзолеев. Разрабатывались ленинские мавзолеи нашим архитектором Алексеем Викторовичем Щусевым, который уже в 1924 году построил деревянный мавзолей с надписью «Ленин», стоящий на Красной площади у Кремлевской стены. И вот этот облик деревянного мавзолея очень напоминает тот облик, который сегодня знаком всем, кто был на Красной площади в Москве. Потом вот этот вот деревянный мавзолей переделывался, а в 1929-1930 году, не с первой попытки, после нескольких перестроек, был создан тот каменный, гранитный мавзолей Владимира Ильича Ленина с мраморной отделкой, который мы с вами сегодня все хорошо знаем. И его архитектором тоже был Алексей Викторович Щусев. Поскольку 20 век это век радио и телевидения, характерной чертой городского облика становятся радиовышки. И для Москвы первая такая серьезная радиовышка, радиобашня была построена в 1920-1922 году. Это замечательная башня, которая расположена в районе Шаболовки. И долгое время до появления знаменитой Останкинской телебашни, это была главная, так сказать, башня для теле- и радиовещания в Советском Союзе. Башня эта носит такой очень своеобразный вид, очень интересной конструкции сетчатой. Автором этой конструкции был замечательный наш архитектор Владимир Григорьевич Шухов. Вот эта вот идея создавать высокие сооружения, радиобашни из сетчатых металлических конструкций, идея Шухова потом была реализована еще в нескольких вариантах. Как я уже сказал, основным стилем 20-х годов в Советском государстве был стиль конструктивизма. Конструктивизм, он, например, для меня достаточно интересен, хотя бы потому, что город Екатеринбург, где я имею честь проживать, тогдашний советский Свердловск, является одним из центров советского конструктивизма. У нас большое количество зданий, построенных в этом стиле. Для этого стиля была характерна крайняя функциональность зданий. Здания создавались под вполне конкретный функционал, который должен был, с одной стороны, работать на идею построения нового коммунистического общества, с другой стороны, должен был тоже нести определенную идейную нагрузку. Для конструктивизма характерна строгость форм, лаконичность, отсутствие каких-то большого количества внешних украшений, вообще отдавался такой приоритет геометрическим формам кубов, кругов, шаров, параллелепипедов. Сам внешний облик зданий, которые создавались из современных материалов, из бетона, железа бетона, имел такой монолитный вид, зачастую с большими стеклянными окнами. Вот в этом стиле строились многочисленные здания, которые должны были приближать построение социалистического общества. Чтобы освободить женщину от бесконечной домашней работы, в стиле конструктивизма строились фабрики, кухни, строились дворцы труда и рабочие клубы, строились даже специальные дома, которые должны были стать домами-коммунами, такими зародышами, ячейками будущего коммунистического общества. Характерным зданием, построенным в стиле конструктивизма, является здание редакции, типографии газеты «Известия» в Москве, архитектором которого был Бархин. Здание знаменитого клуба имени Зуева в Москве, это рабочий клуб, и вот фотография именно вот этого здания зачастую приводится как характерный памятник конструктивизма. Его разработал и спроектировал архитектор Голосов, а построено это здание было в 1927-1929 годах. У нас в Екатеринбурге характерным таким вот зданием в стиле конструктивизма является здание главпочтанта на проспекте Ленина за авторством Соломонова и знаменитый городок Чекистов, целый комплекс зданий, построенных по проекту Антонова в 1928-1933 годах. Характерной чертой этого городка Чекистов является то, что его строили так, чтобы, если посмотреть на эти здания сверху, их расположение образовывало бы буквы СССР, то есть вот аббревиатура, обозначающая наше советское государство. Предполагалось, что в этих зданиях, таких зданиях коммунального типа, но не в смысле стандартных, например, питерских коммуналов, а в зданиях коммунах будут жить сотрудники органов правопорядка. А сегодня центральное здание городка Чекистов, здание гостиницы и сеть Екатеринбурга. В 30-е годы постепенно конструктивизм уходит в прошлое на фоне возрождения интереса к отечественной истории, к дореволюционному прошлому страны и в архитектуре тоже происходят изменения. Некоторые называют стиль, возникающий в 30-е годы сталинской эклектикой, говоря о сочетании разных несочетаемых элементов, но большинство все-таки искусствоведов и культурологов считают, что правильнее этот стиль называть неоклассицизм. Классицизм вообще это архитектурный стиль, который опирается в первую очередь на античное наследие и использует в большом количестве элементы древнегреческой, древнеримской архитектуры в архитектуре современной. Сейчас в Советском Союзе тоже начинают строиться здания, имеющие характерные черты античной и классической архитектуры. Колоннады, портики. Во многом вот эти вот здания, которые строятся во второй половине в конце 30-х годов, а потом их строительство будет продолжаться и в 40-х, 50-х, продолжают некий дореволюционный стиль русской архитектуры, как бы подчеркивая преемственность нашей российской истории. Несмотря на то, что общественный строй изменился, но страна-то осталась той же самой. Для неоклассицизма характерны такие большие крупные формы создания целых архитектурных ансамблей, которые имеют некий целостный образ. Вот в таком стиле построен, например, знаменитый Ленинградский дом Советов, возникший в 1936 году. В Москве памятником неоклассицизма 30-х годов можно считать знаменитый дом для партийных работников на улице Маховой, созданный по проекту архитектора Жолтовского и который начали строй в 1931 году. Вот этот вот самый дом на Маховой считается одним из первых памятников неоклассицизма, сталинского классицизма в Советском Союзе. Еще один известный архитектор советского периода, канцелен Богин, в Самаре строит Самарский театр оперы и балета, который тоже несет в себе такие классические черты. Что касается скульптуры, то скульптура в советском государстве имела огромное важное агитационное пропагандистское значение. Совершенно не случайно, что уже весной 1918 года, только-только придя к власти, партия большевиков под руководством Ленина разрабатывает знаменитый ленинский план монументальной пропаганды. Согласно вот этому плану, с площадей и улиц советских городов должны быть убраны памятники царям и царским приспешникам. На их место должны приходить памятники, во-первых, выдающимся революционерам, во-вторых, выдающимся ученым, выдающимся философам, выдающимся литераторам, выдающимся деятелям культуры. Если взять список вот тех людей, которых предлагалось увековечить в памятниках, мы там увидим не только таких вот героев революционного движения во всем мире, как, например, Спартак или Максимилиан Робеспьер, но и многих наших дореволюционных деятелей культуры, таких как, например, Менделеев или таких как Пушкин. Таким образом, вот этот план монументальной пропаганды, с одной стороны, сочетал в себе идеи нового революционного мира, с другой стороны, сохранял преемственность с наилучшими, наиболее важными образцами советской, точнее, российской дореволюционной культуры. Воплощение этого плана стало очень серьезным подспорьем и для многих наших скульпторов и архитекторов, хотя бы потому, что государство выделяло деньги на заказы, на проекты. И многие в тяжелые 20-е, начало 20-х годов сумели выжить в эти тяжелые годы, как раз благодаря государственному заказу. В этот момент в Советском Союзе возникает большое количество новых памятников, в первую очередь, конечно, это памятники героям революции. С другой стороны, уничтожаются те памятники, точнее, не уничтожаются, а в основном сносятся, которые были посвящены царям и царским слугам. Так, например, были снесены памятники императору Александру II и Александру III в Москве, причем снесены полностью, вплоть до разрушения. В Киеве был снесен памятник Столыпину, царскому палачу, причем снос этого памятника носил такой театрализованный характер Столыпина, который в революционном движении имел репутацию вешателя, снимали при помощи специального подъемного крана, который очень напоминал виселицу. При этом под снос отправлялись те памятники, которые в основном, в первую очередь, по мнению большевиков, не имели культурно-исторической ценности. Это памятники, построенные в конце 19-го, в начале 20-го века, увековечивавшие деятелей этих периодов, в общем-то, относительно новые, на 1917 год, и как следствие, к исторической ценности не имеющие. Так, например, большевики убрали из Петербурга, с площади, знаменитый памятник императору Александру III, про который, когда его только поставили, сочиняли многочисленные своеобразные частушки. Вот этот памятник работы архитектора Паула Трубецкого у нас в народном творчестве аполитизирован так. Стоит комод, на комоде бегемот, на бегемоте идиот, на идиоте шапка, на шапке крест, кто угадает, того под арест. Ну, на самом деле, памятник достаточно нелепый, хотя и его большевики не уничтожили. Как и многие другие памятники, они их снимали с постаментом и отправляли в запасники музеев, на задние дворы, где они стояли в прикрытом виде, видимо, в ожидании каких-то иных времен. Эти иные времена пришли после распада Советского Союза и вот этот знаменитый комод с бегемотом теперь в Петербурге восстановлен. Большевики в основном боролись с памятниками, которые не считали памятниками, имеющими историческую ценность, но зачастую под раздачу попадали и достаточно ценные, на взгляд культурологов, памятники. Так, например, в Екатеринославе, который назывался при Советском Союзе Днепропетровска, сегодня на Украине называется просто Днепр, поэтому его легко спутать с рекой, в 1846 году был поставлен памятник Екатерине II. Замечательный памятник, большая пятиметровая бронзовая статуя, которую отлили еще по приказу Григория Потемкина в конце 18 века. И вот этот памятник, безусловно имеющий историческую ценность, был снят, так сказать, в преобразовательном раже, и на его месте был поставлен памятник Михаилу Васильевичу Ломоносову. А сам памятник Екатерине, вот эта вот статуя, исчезла в годы Великой Отечественной войны, во время немецкой оккупации, есть предположение, что ее переплавили для военных нужд нацисты. Уничтожая старые памятники, большевики создают памятники новые, и это действительно монументальная скульптура. В начале 30-х годов в Петрозаводске был поставлен самый большой гранитный памятник в мире, и, естественно, этот гранитный памятник авторства скульптора Монизера был памятник Ленину. Вообще памятников Ленину в Советском Союзе в этот период строят очень большое количество, но не только Ленину. И другие, еще живущие деятели, в первую очередь, конечно же, Сталин, тоже удостаиваются большого количества памятников. Памятники эти не только монументальные скульптуры из гранита, памятников, особенно памятников в стиле соцреализма, достаточно много. В 20-е годы у нас пытаются создавать такие памятники в стиле авангард. Характерным является памятник, который разрабатывал известный скульптор и архитектор Владимир Татлин, посвященный Третьему Интернационалу. Вот эта башня Татлина, представляющая собой такое мощное сооружение из металлических конструкций, должна была стать настоящим символом авангарда. Но задуманная в 1919 году, эта башня так никогда и не была реализована. Остались только ее модели, хотя, наверное, памятник был бы любопытный. А вот в конце 20-х, начале 30-х годов уже господствует немножечко другой стиль, где от авангарда мало, а больше от реалистичного изображения советских людей. Характерной скульптурой в стиле соцреализма является скульптура архитектора Шадра «Булыжник. Оружие пролетариата». Знаменитая скульптура, стоящая в Музее революции в Москве, созданная в 1927 году и разошедшая большое количество копий. Другой известной работой Шадра, одного из, пожалуй, самых ярких наших скульпторов того времени, является знаменитая девушка с веслом, которая украшала многочисленные парки культуры Советского Союза в самых разных городах. Создав один раз вот эту вот модель, девушку с веслом, прекрасную скульптуру мощной, сильной, спортивной женщины, потом этот памятник Шадр, что называется, размножил. Повторюсь, подобные скульптуры стояли во многих городах и стали своеобразным символом Советского Союза. Другим символом Советского Союза, до сих пор использующимся в некоторых наших материалах, стала знаменитая скульптура Веры Мухиной «Рабочий и колхозница». Она была создана в 1938 году ко Всемирной выставке в Париже. Представляет собой две мощных фигуры, «Рабочего с молотом и колхозницы с серпом, объединенных в едином порыве». После окончания вот этой выставки скульптура вернулась в Советском Союзе и сегодня стоит на ВДНХ на выставке достижений народного хозяйства. Любопытнейшим проектом, сочетавшим и скульптуру, и архитектуру, является проект Бориса Иофана. Это проект Дворца Советов, который должен был быть создан на месте снесенного в 1931 году Храма Христа Спасителя в центре Москвы. Храм Христа Спасителя, как мы с вами говорили на предыдущей лекции, к этому моменту обветшал. Большевики не желали тратить средства на его восстановление. Наоборот, предполагалось, что вот здесь, вот в достаточно таком центральном месте в Москве, будет построен мощный Дворец Советов. Проект Иофана предполагал построение огромной башни, такого своеобразного небоскреба, который должен был быть выше высочайшего здания в мире того времени, знаменитого Empire State Building в Соединенных Штатах. Венчать этот Дворец Советов, где должны были заседать советские органы власти, должна была огромная фигура Владимира Ильича Ленина. Есть даже такая легенда, что Ленин с рукой, указывающей путь к коммунизму, должен был постепенно, вот по ходу солнца, вот так вертеться вдоль, вокруг своей оси. Вот эта огромная скульптура Ленина, монументальная, должна была поворачиваться при помощи специального механизма вслед за движением солнца. Памятник должен был быть настолько грандиозным, что главный зал заседания, опять же, если верить легенде, должен был располагаться в голове Владимира Ильича Ленина, которая не просто увенчивала этот самый памятник вождю мирового пролетариата, но еще и была полым шаром с залом заседаний внутри. Если говорить о других жанрах искусства того времени, то везде мы с вами можем увидеть одну и ту же тенденцию. Если в 20-е годы идет стилистическое разнообразие, борьба разных стилей, следование традициям авангарда и модерна, то в 30-е годы утверждается единственно правильный метод соцреализма. Поэтому, наверное, надо объяснить, что это такое социалистический реализм. Социалистический реализм – это концепция, при которой произведение искусства надо создавать в реалистичном стиле, описывая то, что есть, а не некоторые выдуманные модели. С другой стороны, изображать действительность надо не столько такой, как она есть здесь и сейчас в конкретный исторический период, но еще с определенной идейной нагрузкой. Да, безусловно, мы должны учитывать революционное развитие общества и отражать это в своих работах. Да, безусловно, мы должны согласовывать художественное творчество с идеями марксизма-ленинизма. Соцреализм предполагает, что коммунистическая партия в обществе, играющая основную роль, должна точно так же утверждаться и в искусстве. Три основных постулата соцреализма – это народность, идейность и конкретность. То есть не абстрактные какие-то размышления о вечном, а конкретные проявления конкретных исторических моментов. И в этом смысле наша живопись в 30-е годы именно такой в первую очередь и станет, хотя в 20-е годы там по-прежнему господствует всевозможный авангард. Еще одной характерной чертой живописи того периода становится массовое появление жанра политического плаката. Политический плакат, как средство агитации и пропаганды, используется большевиками очень активно, и здесь работают замечательные художники. Ну, во-первых, это Александр Апсид, который в большом количестве создал плакаты времен гражданской войны, агитирующие за советскую власть. Это Дмитрий Орлов, который известен по своему творческому псевдониму Дмаор. Дмитрий Маор, автор самого известного, пожалуй, плаката времен гражданской войны. «Ты записался добровольцем?» – спрашивает красноармеец, указывая пальцем на зрителя. Еще одним известным автором в этом жанре был Виктор Денисов, который более тоже известен по своему псевдониму Виктор Дени. Плакаты Дени – это тоже характерная черта того времени. Особым проявлением жанра плакатов, соединенного с жанром поэзии и агитации и пропагандой, стала целая серия пропагандистских плакатов, которая выпускалась под общим названием «Окна роста». «Окна сатиры роста», то есть российского информационного агентства, российского телеграфного агентства, как тогда называли, это целая серия плакатов. Главным автором там был художник Черемных, а тексты к ним писал замечательный советский поэт Владимир Владимирович Маяковский. И вот эти плакаты в большом количестве, большими тиражами печатались и распространялись по улицам советских городов в 1919-1921 годах. Дальше вот эта методика будет использована для первой советской рекламы времен НЭПа. Расцветает в это время еще один любопытный жанр. Да, это жанр графики. Не только живопись, но и графика становится важной составляющей частью изобразительного искусства. Особым популярностью пользуется техника ксилографии, в которой работают замечательные художники Владимир Фаворский, иллюстратор многих литературных произведений того времени, а также Павел Павлинов, тоже известный график. В 20-х и начале 30-х годов у нас формируется большое количество самых разных ассоциаций, самых разных художников. Из них наиболее известные, пожалуй, это ассоциация «Четыре искусства», в состав которой входили скульптор Вера Мухина, художники Мартирос Сарьян, Владимир Фаворский, Кузьма Петров-Водкин, автор знаменитого «Купания красного коня». Другим известным обществом этого периода было общество художников-станковистов, идейным вдохновителем которого был знаменитый Александр Дейнека. Еще одно известное художественное объединение – это АХРР, ассоциация художников революционной России, в состав которой входили Борис Кустодиев, Евгений Лансере, Константин Юон, то есть те люди, которые себе заслужили славу еще до революции, а также Исаак Бродский, Митрофан Греков, тот же самый Кузьма Петров-Водкин. Произведения этих художников, с одной стороны, прославляют героические страницы революционного прошлого, ну вот, например, можно посмотреть на картину Кустодиева «Большевик», написанную в 1920 году, ее сегодня активно используют для иллюстрации, событий Первой русской революции, или картина Дейнеки «Оборона Петрограда», посвященная обороне Петрограда от войск Врангеля. Кузьма Петров-Водкин создает в 1928 году знаменитую картину «Смерть комиссара», посвященную событиям гражданской войны. Таким образом, мы с вами видим героику вот этих революционных событий, но с другой стороны у нас действуют и художники-авангардисты, которые, например, продолжают свою деятельность Малевич, продолжают свою деятельность Шагал, ярко себя проявляет не очень понятый советской властью Павел Филонов. Ну, картины его действительно достаточно сложны для понимания, например, вот картина «Животные» 1930 года. Социалистический же реализм вот всех вот этих вот абстрактных вещей не очень хорошо понимал, а требовал реалистичного изображения. Таким, пожалуй, квинтэссенцией вот этого социалистического реализма является творчество Исаака Бродского, который создал большое количество портретов деятелей советского государства, в первую очередь Владимира Ильича Ленина. Ну, например, вот портрет Ленина в Смольном 1930 года. Любопытным объединением стало сообщество художников-баталистов под руководством Митрофана Грекова, который сам создавал большое количество картин на военную тематику, просвещенных событиям гражданской войны, ну, например, вот эта вот картина «Трубачи» 1-й конной армии. Любопытные процессы происходят и в музыке советского периода. Продолжает развиваться классическая музыка, в Советском Союзе работают не уехавшие в эмиграцию замечательные наши композиторы Сергей Сергеевич Прокофьев и Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Всходит звезда будущего неоднократного лауреата Ленинской премии Арама Ильича Хачатуряна. С другой стороны, вот эта классическая опера, балет, классические симфонии музыкальные в обществе очень органично дополняются широким распространением песенной музыки. После революционные годы это взлет песенного искусства, и вот здесь себя проявляют многочисленные замечательные наши советские композиторы. Ну, например, братья Дмитрий и Даниил Покрасы, авторы многих маршей, например, знаменитого Канормейского марша. Или Матвей Исаакович Блантер, замечательный композитор. Для спортивных болельщиков он известен своим маршем, которым открывались матчи чемпионата Советского Союза по футболу, а для всех остальных Матвей Исаакович Блантер – это автор музыки к знаменитой песне 1938 года «Катюша», которая до сих пор является одной из таких визитных карточек нашей с вами культуры. В это же время активно работает еще один композитор-песенник Исаак Осипович Дунаевский и другой композитор-песенник Василий Павлович Соловьев-Седой, создавший многочисленные песни, которые сегодня звучат очень ностальгически, песни 30-х годов. Исполняют эти песни замечательные наши певцы. Федор Шаляпин, которым, правда, несмотря на первоначальное принятие революции, ужиться с советской властью не удалось. И в 1922 году Федор Шаляпин эмигрирует за рубеж и там прославляет русское искусство. А вот, например, Леонид Утесов, чья карьера началась в 30-е годы, не эмигрировал и считается, пожалуй, лучшим из русских советских острадных певцов. Любопытные процессы происходят и в литературе. Многочисленные творческие объединения литераторов 20-х годов, в начале 30-х сменяются единым союзом советских писателей, который берет под контроль литературное творчество. И вот здесь в литературе мы, пожалуй, наиболее ярко можем видеть разделение на тех, кто пользовался безусловной государственной поддержкой и тех, кто в той или иной степени испытал серьезные государственные гонения. К жертвам советской системы, если можно так сказать, можно отнести Михаила Афанасьевича Булгакова, который многие свои произведения, особенно в 30-е годы, не смог опубликовать. Сергея Есенина, который частенько подвергался критике за свои взгляды. Андрея Платонова. Ну и, конечно же, здесь вспоминается несправедливо, как многие считают, репрессированный поэт Осип Эмильевич Мандельштам, который прославился не только своими крайне оппозиционными стихами «Мы живем под собою, не чуя страны», но и одами, которые он писал в честь Сталина. Но вот эти оды его не спасли. Хотя вот это вообще, знаете, очень сложная ситуация, когда человек одной рукой пишет оды прославляющие политического лидера, а другой, другой ли, рукой, пишет стихи, которые его выставляют в карикатурном свете. Ну, видимо, вот такое сознание у творца. Он художник, он так видит. Те же, кто не находился в противоречиях с советской властью, действительно пользовались серьезной государственной поддержкой, имели возможность не только печатать свои произведения большими тиражами, но и получать возможность творческих отпусков, отдельных дач для творческой работы, которые им предоставлялись, например, в знаменитом поселке Переделкино под Москвой. Здесь нельзя не назвать такие фамилии, как Алексей Максимович Горький, как я уже сказал, первый руководитель Союза советских писателей. Замечательный наш писатель Михаил Шолохов, который в 20-е годы начинает свой роман-эпопею Тихий Донзо, который потом получит Нобелевскую премию по литературе. Красный граф Алексей Николаевич Толстой. Несмотря на свое дворянское происхождение, конфликтов с советской властью у Толстого не было. И написанный им, например, исторический роман-эпопея Петр Первый, это тоже замечательное произведение русской литературы, советской литературы, как и роман «Хождение по мукам». В тот момент еще не подвергаются никаким гонениям, наоборот, их возносят на вершину государственной поддержки Бориса Пастернака, Владимира Владимировича Маяковского, замечательных наших поэтов. Расцветает и детская литература, где нельзя не назвать два имени. Это, во-первых, Корней Чуковский, автор многочисленных произведений, которые нам известны с детства. Во-вторых, это, конечно, поэтесса Агния Барто. Ну и самый, пожалуй, известный советский детский писатель Аркадий Петрович Гайдар тоже пишет, творит в это время, и его произведения, например, «Тимур и его команда» или «Судьба барабанщика» знали все дети в Советском Союзе. В театре после революции происходят тоже любопытные процессы. Частные императорские театры национализированы, теперь это народные театры. Для советского государства, особенно сразу после революции, были характерны массовые театрализованные праздники. Так, например, на 1 мая 1920 года в Петрограде происходит массовое, при большом стечении народа, с большим количеством участников мистерия освобожденного труда, уличное театрализованное представление. После революции возникают новые театральные студии, которые пытаются найти новые пути в искусстве. Это, например, театр Евгения Вахтангова, театр Всеволода Мегерхольда, театр знаменитого нашего деятеля, балета Николая Фореггера. Появляются агитационные эстрадные коллективы, которые колесят по стране и несут советские идеи в массы, например, объединение «Синяя блуза». Появляется единственный в мире на тот момент театр зверей, которым руководит замечательный наш дрессировщик, основатель династии Владимир Леонидович Дуров. Появляется и один из первых в мире театров кукол, которым руководит Сергей Владимирович Образцов. Но, конечно, основной момент в развитии театрального искусства – это противоборство двух концепций. Концепции Константина Станиславского, знаменитый метод переживания, который Станиславский разработал еще дореволюционный период, но в Советском Союзе продолжал воплощать. И театр Всеволода Эмильевича Мегерхольда «Новое революционное искусство». Его метод биомеханика, метод представления совершенно не сочетался с методом Станиславского. И два вот этих метода, два замечательных наших режиссера реализуют на театральных площадках. Каждый пытается доказать свою собственную правоту. Станиславский, наверное, в этом противостоянии победит, поскольку Мегерхольд, в конце концов, станет жертвой политических репрессий, а система Станиславского до сих пор общепризнана в мире. Еще одним важнейшим проявлением искусства того времени является кинематограф. Не случайно Владимир Ильич Ленин сказал как-то фразу, которую потом вешали на каждый кинотеатр в Советском Союзе. Из всех искусств для нас важнейшим является кино. Некоторые любители переврать цитаты добавляют к этому еще и цирк, придавая фразе такой саркастический оттенок. Но, однако, в подлиннике Ленин говорит только о кино. Кино в Советском Союзе – это важнейший из видов искусства на самом деле. Не только потому, что он несет мощный агитационный заряд, но еще и потому, что советское кино – это действительно шедевры, которые смело можно ставить в ряд с лучшими произведениями мирового кинематографа. В 20-е и 30-е годы кино в первую очередь героическое, посвященное событиям гражданской войны или революции. Здесь блещет такой замечательный режиссер, как Сергей Эйзенштейн. Его фильмы «Броненосец Потемкин», «Октябрь» – это фильмы, которые стали классикой кинематографа. Тот же, например, «Броненосец Потемкин» до сих пор изучают во всех серьезных киноакадемиях мира как пример того, как надо снимать. Другими известными режиссерами, работавшими в героическом жанре, стали Сергей и Георгий Васильевы, которых все в Советском Союзе знали как «Братьев Васильевы», хотя и «Братьями» не были, а были просто однофамильцами. Но «Братья Васильевы» стал их такой творческий псевдоним. Они создают, наверное, один из самых главных киношедевров советского героического кино – знаменитую картину «Чапаев», которую чуть ли не каждый год заново показывали в советских кинотеатрах. Однако не только героический пафос революции должен как-то вот себя проявить. У нас активно развивается и комедийное кино, а со второй половины 30-х годов в свои права вступает кино историческое. И вот здесь вот и в комедийном, и в историческом, и в героическом кино работают замечательные советские режиссеры. Тот же Сергей Эйнзенштейн, который снимает в конце 30-х годов знаменитый фильм «Александр Невский». Этот фильм настолько произвел впечатление, что до сих пор события «Ледового побоища», знаменитой «Битвы на Чудском озере» 1242 года, у нас в учебниках истории школьных реконструируется по Эйнзенштейну. Это замечательный наш режиссер Григорий Александров, который, пожалуй, является первым мастером советской комедии. Его комедии «Цирк», «Веселые ребята» и «Волга-Волга» с радостью и смехом смотрит вся страна. Это замечательный режиссер Всеволод Пудовкин, который создает киноэпопею «Мать» по знаменитому роману Горького, посвященному революционным событиям начала 20-го века, а также известную историческую кинокартину об эпохе смуты Минин и Пожарский. Это режиссер Иван Пырьев, который прославился своими фильмами «Трактористы» и «Свинарка» и «Пастух», которые, с одной стороны, в жанре соцреализма прославляют существующий строй, а с другой стороны, проникнуты достаточно тонким временами юмором. Блещут на экранах наши замечательные киноактеры. Их много. Зачастую, кстати, и сами режиссеры выходят в актерском гриме на площадку. Но вот из тех актеров, кого знает вся страна, это в первую очередь, конечно же, «Любовь Орлова», которая снималась во многих комедиях Александрова, и знаменитый Василий Иванович Чапаев советского кинематографа Борис Бабочкин. Кроме того, одним из лучших комедийных актеров того времени был замечательный Игорь Ильинский. Совершенно неудивительно, что вот эта вот традиция, заложенная в 20-30-е годы в нашем кинематографе, еще тогда черно-белом, еще тогда зачастую не звуковом, не мом, она будет продолжена, и до конца существования Советского Союза у нас будут сниматься очень глубокие, очень интересные, очень качественно сделанные фильмы. Советская кинематографическая школа одна из лучших в мире, не только на мой взгляд, но и на взгляд многих искусствоведов. Вот таким вот было наше советское искусство. Конечно, о нем можно говорить долго и подробно, 20-е и 30-е годы очень любопытные. Но вот когда я вспоминаю те произведения советского периода, из любых жанров, литературные, живописные, кинематографические, музыкальные, во всех в них звучит очень важная тема. Тема будущих войн. Борьба за мировую революцию не закончена, а мировой экономический кризис неизбежно должен разразиться новой мировой войной, к которому готовится в том числе и посредством искусства советское общество. И вот эта вот вторая мировая война, Великая Отечественная война, самая большая трагедия в истории нашей страны, будет темой нашей следующей лекции. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok